Весь процесс превращения обычного человека в ведьмака покрыт страшными тайнами. Несмотря на то, что Геральт сам является ведьмаком и прошел все испытания на своей собственной шкуре, он не очень охотно об этом рассказывает, даже самым близким. Возможно, не хочет тормошить воспоминания или все-таки им движет более практичный настрой, например, чтобы никто не смог повторить подобное. Но кое-какой информацией мы все-таки владеем, и сегодня я расскажу вам о ней. Поехали! Привет, ковбои! Мое имя Эвойс Эребус. Это просто канал об играх и 10 фактов о процессе создания ведьмаков, о испытании травами и о процессе трансмутации. Факт первый. Ведьмаком может стать кто угодно, пройдя весь процесс трансмутации и подготовки. В мире Неверленда бытовало мнение, что ведьмаком может стать только ребенок, забранный по праву неожиданности. Это когда ведьмак, например, спасший жизнь человеку, просит за свою услугу то, что ждет спасенного дома и о чем он еще сам не знает. Кстати, именно таким ребенком была Цири. Но фактически это лишь сказка, одна из многих крутящихся вокруг ведьмаков. Помимо того, что ведьмаками обычно становились самые простые беспризорники и брошенные дети, которых подбрасывали ведьмаком в довольно большом количестве, отсутствие средств контрацепции и голод делали свое дело. Сами ведьмаки не спешили пользоваться этим правом, ведь вечно бедным ведьмакам было лучше взять деньгами и нормально поесть и выспаться, чем таскаться с еще одним голодным ртом. Очень грустный второй факт. Пережить весь процесс подготовки превращения ведьмака удавалось очень, очень немногим. Есть общепризнанный факт, что испытания травами проходили только трое из 10 детей, остальные, к сожалению, умирали. Что отчасти верно. Точнее, это скорее всего усредненный показатель. Как минимум, в одной из книг, которые мы находим в первом ведьмаке, говорится, что из всех детей, подвергшихся испытанию травами, выжил лишь один. Но потери в итоге куда больше. Ведь помимо испытания травами, есть еще процессы предварительных тренировок, трансмутации, дополнительные мутации, усиленные тренировки и активации медальона. На каждом из этих этапов погибали дети. Так сколько же детей смогли пройти обучение и хотя бы выйти на большак? Двое из ста? Фактической цифры у меня нет. Но то, что их количество еще на этом этапе стремится к нулю и так понятен. Немного отвратительно, но как бы вам не хотелось, факт третий в том, что ведьмаки не люди. Даже если они и выглядят как люди. Как создаётся человек? Берётся две особи человека разного пола и скрещиваются. Итогом их безграничного слияния становится человеческий ребёнок. Но что, если одним из партнёров станет не человек, а, например, какое-нибудь животное? Будет ли плодом их любви человек? За примером далеко ходить не нужно. При скрещивании тигра и льва получается лигр. Можете погуглить более подробно на эту тему. Ребёнок, которому предстоит стать ведьмаком, проходит испытание травами, которые его развоплощает. Не знаю, как это объяснить. Ребёнок как будто вновь проходит процесс рождения и благодаря испытанию травами становится податливым на изменения. После этого в его организм встраиваются мутагены, которые уже превращают обычного человека в нечто, что мы называем ведьмаком. Ну и не отходя далеко, ещё один факт. Процесс трансмутации лишает ведьмаков возможности иметь детей. Хотя все это и так знают. Но теперь вы знаете, почему они не могут иметь детей. Потому что они не люди. Потому что в их телах мутагены других существ. Потому что их искалечили. Легрицы, кстати, могут иметь детей, потому что виды, между которыми произошло смешивание, близки друг к другу. Хотя даже у них это считается невероятным фактом. Ведьмаки же детей иметь не могут. В отличии, кстати, от чародеек. У которых бесплодие является побочным эффектом применения магии или изменения собственной внешности. Которая не всегда срабатывает. И это именно магическое бесплодие. Кстати, именно магическое бесплодие пытались вылечить учёные из Флодзема во втором ведьмаке. Когда давали Геральту эликсир. Правда, они вероятно не знали, что бесплодие у ведьмаков несколько отново. Интересный пятый факт. Испытание травами и процесс трансмутации не выжигает эмоции ведьмаков. Народ Неверленда, мира ведьмакам, почему-то считает, что у всех ведьмаков выжжены эмоции. Что они обычные монстры, убийцы и маньяки. Но это не совсем так. Нет ни одного подтверждения, ни на страницах книжной саги, ни в игровой серии, что ведьмаки действительно не испытывают эмоции. Скорее даже наоборот, слишком много доказательств обратного. Но всё же, крупицы, правда, в этих словах есть. У ведьмаков бледная кожа. Они не могут краснеть, плакать. И они могут управлять многими процессами своего организма. Более того, каждый ведьмак переживает множество калечащих эмоций ещё даже во время своего обучения. А потом постоянно проходят через убийство, предательство и обман. А потому их спокойствие и бесчувственность это скорее что-то профессиональное. Факт шестой. Ведьмаки ну невероятно сильны. А точнее, весь процесс обучения, специальное питание и процесс мутации делает их невероятно сильными. Людская молва говорит, что ведьмак в 10 раз быстрее и в 2 раза сильнее обычного человека. Но вот ведь не задача. Это не так. Иначе факт убийства ведьмака человеком был бы невозможен. А значит было бы невозможно и существование Бонарта. Вернее, будет сказать, что ведьмаки могут быть в 10 раз быстрее. Так что у обычного человека они превращаются в размытый силуэт, за которым невозможно уследить и в 2 раза сильнее. Но для этого им необходимо активировать свои мутации эликсирами. В книгах это более чётко описано. Когда Геральт, принимая свои эликсиры, перестаёт чувствовать боль, входит в кураж, практически перестаёт себя контролировать. И все, кто в этот момент выступает против него, умирают. Безусловно, любой ведьмак невероятно силён в любой ситуации. Но без эликсиров не настолько, что его нельзя победить. Кстати, факт седьмой. Степень мутации у ведьмаков различается. И тех, кто легко пережил стандартный набор превращений, подвергают дополнительным мутациям, которые даруют им ещё большую силу. В современном Неверленде существует только один такой ведьмак. Это Геральт. Белые волосы, благодаря которым его все узнают, как раз таки являются побочным продуктом дополнительных мутаций. Но и до Геральта были ведьмаки, которые прошли через них. Кстати, есть мнение, что Лето из Гулеты тоже прошёл дополнительные мутации и именно от этого облысел. Но кто знает. И вот ведь странный восьмой факт. Среди ведьмаков нет девочек. Почему? Нет, конечно, нигде чётко не указано, что из девочки не сделать настоящего ведьмака. Но и упоминаний об этом нигде нет. Нет, наоборот, все ученики всегда были мальчиками. Лично я не вижу ни одной помехи в создании ведьмака девочки. Разве что только специально их не делать. Ведь даже Цири изначально кормили теми же грибочками, которыми ранее кормили и будущих ведьмаков. Скорее всего считается, что девочки более слабые и физически, и эмоционально. А потом утратить на них силы не имеет смысла. Но есть и другая мысль, которая пришла мне в голову во время подготовки этого ролика. Возможно, она и вам уже пришла в голову. Мужские особи лигров бесплодны. Они не могут иметь детей. В то время как женские могут. Что если девочек не превращали в ведьмаков, так как боялись, что они могут дать потомство? Если ведьмаки невероятно сильные существа, что будет, когда их мутации будут изначально врожденными? Ведь сейчас, как мы знаем, для их активации требуются эликсиры. Факт девятый. Или скорее даже не факт, а мысль. Ведьмак это по сути человек, которого наделили мутагенами животных или их особенностей. И заставили мутировать для проявления вложенных в него мутагенами свойств. Стремясь сделать из него идеального убийцу. Соответственно, если бы процесс создания ведьмаков могли оптимизировать, убрав смертность и сократив период подготовки. То это могло бы войти в обиход мира Неверленда. Идеальные любовницы, наделенные всякими феромонами. Идеальные выносливые и сильные кметы. Идеальные властители с генами короля зверей. Но, к сожалению, все случилось по-другому. И потому последний, десятый факт. Ведьмаков больше нет. Когда-то давно их было много. Они вычищали этот мир от нечисти сопряжения сфер. Но из-за невежества и ксенофобии обычных людей, ведьмаков изничтожили. Для того, чтобы превратить человека в ведьмака, мало тренировок. Мало правильного питания на грибочках, мухе и травках. Для того, чтобы превратить человека в ведьмака, необходимо сделать из него мутанта. Необходимо сделать так, чтобы он перестал быть просто человеком и стал нечто большим. Кошкой по глазам, нюхом как собака, ну и так далее. Но знания о том, как это делается, исчезли во время уничтожения плотов ведьмаков. Таких как Каэр Морхен. Тогда были убиты все знающие маги и почти все ведьмаки. А также уничтожена вся документация данного процесса. Даже последний ведьмак, Весемир, который хотя бы примерно от и до знал весь процесс превращения человека в ведьмака, был убит дикой охотой. Потому новых ведьмаков мы больше не увидим. Да, иногда оставшиеся ведьмаки берут учеников, обучая их своему мастерству. Но назвать таких учеников ведьмаком нельзя. Хотя, никто не запрещает изобрести весь этот процесс заново. Тем более, что попытки магами ведутся. Но в любом случае, это будет уже самобытный способ, который будет создавать уже не ведьмаков, а каких-то других мутантов. На стримах и в комментариях меня часто спрашивают, хотел бы я стать ведьмаком? Нет. Пережить такое и стать таким я бы не хотел. Ни один ведьмак не хотел бы стать ведьмаком. Просто кто-то смирился с этим и привык, а кто-то нет. Если я упустил какие-то факты о процессе создания ведьмаков, о испытании травами, о трансмутации глаз, напишите о них в комментариях. Если их соберется более 10, я с удовольствием расскажу о них во второй части этого видео. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Мы же увидимся в следующем видео уже очень скоро. Но на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok